Я смотрела на лица остальных одноклассников, сосредоточенные и растерянные. Нет, не растерянные, а как это слово? Ошарашенные. Для выразительного чтения команда «Бест из Раша» и школа номер 14 выбрала один из самых эмоциональных отрывков повести «Жволевского и Пастернак. Охота на Василиска. Похороны школьницы», которая погибла после употребления спайса. В молодежном букслэме «Читаем про себя» участвовали три команды из школы 14 и 2-й гимназии. Артистичное чтение произведения – один из этапов в конкурсе на лучшую рекламную кампанию подростковой книги. В центре одна книга, которую выбирали мы, библиотекари. Выбирали мы очень долго, скрупулезно. И хотели выбрать такие острые, злободневные романы-вызовы для молодежи у нас, я считаю, получилось. В центре внимания эта книга, и ребята, прочитав ее, должны прорекламировать ее перед жюри и публикой. В первом конкурсном задании «Место для вашей рекламы» команды представили свои идеи рекламного видеоролика книги «Охота на Василиска». После чтения отрывков командам предстоял следующий этап – вопрос ребром. Это так называемый интерактивный мост между командами, когда соперники задавали друг другу вопросы-вызовы по произведению. Ответить нужно было не только правильно, но и интересно, и нестандартно. По отзывам восьмиклассников, в повести Жувалевского и Пастернак, посвященную потреблению наркотических веществ, им не хватило более жесткого подхода. Это произведение, я считаю, актуальное для сегодняшнего дня, так как очень зачастили случаи, когда несовершеннолетние подростки начинают курить всякие наркотики и другие негативные вещества. Мне не понравился стиль написания Жувалкова и Пастернака. И, ну, во-первых, было в более мягкой форме, а нужно немножечко по-другому говорить о таких вещах. Я бы, да, сделала чуть в более жесткой форме, потому что тоже, ну, как бы развлекательно это будет не очень. Да, также я соглашусь с Сашей, лучше поставить возрастное ограничение чуть меньше, чтобы также читатели могли уже с раннего возраста понимать, что и как будет дальше в жизни. И также, ну, как бы не употребляли, как бы, наркотики. Мероприятие в формате «Букслэма» Молодежный библиотечный информационный центр проводит второй год. Несколько раз «Читаем про себя» проходил в стенах школы. Знакомство с современной подростковой прозой открыли произведением зарубежной писательницы Катариной Киери «Никто не спит». Главная цель – привлечь внимание молодежи к современной, опять-таки, повторюсь, молодежной прозе, ну, или подростковой прозе. Главное, чтобы в центре ее внимания был, в центре ее сюжета был молодой герой, юный герой. То есть ребята, образно говоря, читают про самих себя. Это всегда интересно, потому что молодой герой, он интересен, он притягателен, его поступки бывают непредсказуемые. По итогам конкурса члены жюри определили лучшую пиар-команду. Следующий «Букслэм» «Читаем про себя» состоится осенью.